Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель и добро пожаловать на новое видео на моём канале. Но сегодня, как вы можете заметить, я нахожусь не у себя в деревне жителей номер 13, потому что мы с носатами выбрались на очередное, ну так скажем, деревенское соревнование. Жители стоят на том острове, а я стою на этом. И прежде чем мы с ними поприветствуемся, давайте я вам быстренько объясню суть сегодняшнего ролика. Дело в том, что мы с носатами постоянно в чём-то соревнуемся. Роликов на моём канале огромное количество. И сегодня, как вы понимаете, мы тоже решили кое-что проверить. У кого же получится выжить среди океана на вот таком вот, в буквальном смысле, ну маленьком и безлюдном острове лучше всего. Для этого у нас есть вот такая вот замечательная книга, где прописаны все задания, которые нам необходимо выполнить. И давайте я вам быстренько, в принципе, всё прочитаю. Первое это скрафтить кровать, печку и верстак. Дальше нам необходимо будет поймать рыбу, найти подводный какой-то клад, вот это уже интересно. Добыть алмазы, ну и, собственно, в конце нам необходимо будет добраться до чужого острова. Будет максимально интересно, поэтому обязательно прямо сейчас опускайтесь под это видео и ставьте на него лайкосик. И вот теперь можно действительно поздороваться с носатыми. Ну чё вы там, жители? Вы готовы? Вы готовы проиграть мне сегодня? Ой, Пиксель, ну конечно, проиграть. Вот тебе салют праздничный. Ничего у тебя не получится, мы порвём тебя. Ой, ну конечно, вот эта вот жительская уверенность ещё ни до чего хорошего не доводила. В общем-то, ребята, я... Господи, овечка, ты меня напугала. Не вижу смысла оттягивать, поэтому носатый. Ну чё, готовый обратный отчёт? Давай, Пиксель. Три, два, один, поехали. Вот и замечательно, погнали, погнали. Так, ребята, нужно набирать очень серьёзный темп, потому что, как вы понимаете, в таких соревнованиях побеждает, во-первых, самый умный, во-вторых, самый хитрый, ну и, естественно, самый ловкий. Если я не ошибаюсь, клад у нас всего лишь один, и для того, чтобы выполнить это задание, мне нужно будет капец как сильно постараться. Но, естественно, любое выживание в Майнкрафте начинается с чего? Правильного, с добычи самого обыкновенного дерева. Господи, даже яблочки какие-то повыпадали. Так, естественно, всё это дело мы превращаем в доски. Сразу создаём себе верстак и моментально создаём себе каменные инструменты. Ё-моё, вы посмотрите, что там носатые делают! Ё-моё, он бедную овцу запинал! Так, нужно это, знаете, ребята, вот, вот схитрить, вот это вот заранее продумать, и нужно будет для этого скрафтить себе меч, чтобы у овечки было меньше шансов. Так, прости меня, овечка, так, одна минус, отлично. Вторая тоже минус, и третья, в принципе, минус. Три блока белой шерсти мы с вами получаем, и из них, в принципе, быстренько создаём себе кровать. И таким образом, как вы понимаете, мы практически полностью выполнили первое задание. Только нам для него ещё необходимо добыть немного булыжника для того, чтобы, ну, естественно, скрафтить себе печечку. Так, кирка у меня есть замечательно, и начинаем добывать. Если я не ошибаюсь, нам понадобится, ну, получается, 9 плюс 3, это сколько там, ребята, 12? 12? Ё-моё, если я не ошибаюсь! Вот это, вот это я на самом деле не продумал. Я не продумал, что мы находимся, блин, на необитаемом острове, и водичка может неожиданно мне в лицо, извините, тут выпрыск делать самый настоящий. Так, у меня уже есть, походу, необходимое количество булыжника, на всякий случай добуду чуть больше, для того, чтобы скрафтить себе какую-нибудь лопату или какой-нибудь топорчик. И, знаете, по-хорошему, мне бы ещё росточки посадить, потому что, мало ли, деревья нам могут ещё понадобиться. Так, благополучно выкапываемся, ё-моё, дурацкая паутина. Так, и быстренько-быстренько крафтим ещё дополнительные палочки. Создаём себе тут же кирку, ну и после чего, естественно, создаём печку. Ну и вуаля, ребята, первое задание выполнено. Носаты, ё-моё, а у вас там как дела? У нас всё замечательно, Пиксель, а? Посмотри на нас! Да я вижу, что у вас, в принципе, всё неплохо. Так, ребята, так-так-так-так-так, я тоже не должен отставать. Насаживаем деревья и потихонечку будем опускаться. По сути, у меня есть всё самое необходимое, значит, нужно копаться. Мне нужно как можно скорее добыть себе железо, добыть себе уголь, для того, чтобы самым первым на этой карте скрафтить себе железную кирку. Потому что, как вы понимаете, без железной кирки у меня просто-напросто не получится добыть те самые алмазы. И мне вот интересно, алмазы это, в принципе, один или, в принципе, одного будет достаточно? Вот это нужно было как-то с жителями заранее обговорить. Но будем надеяться, что мы самостоятельно во всём разберёмся. Всё, всё, ребята, четыре, четыре железной руды у меня готово. Значит, можно потихонечку, хотя лучше побыстричку, так говорится, подняться наверх и поставить всё это дело успешно на переплавочку. Вот, замечательно. Пока, ребята, наша замечательная печечка коптит, я предлагаю приступить к выполнению следующего задания. И это поймать рыбу. Только, знаете, у меня логичный вопрос. А где мне, собственно, взять удочку? Первую нитку я вижу, а вот где взять ещё две, я, если честно, не понимаю. Но по логике вещей мне нужно спуститься куда-то ниже и, возможно, да, найти какую-то заброшенную шахту или чё-то типа этого. Но, как вы понимаете, вот, буквально секунду потратил, благо места здесь не очень много и я благополучно нахожу себе необходимые нитки. Опять же, пока там всё плавится, коптится, жители развиваются, я хочу немножечко прокопаться вниз для того, чтобы исследовать местность. И, возможно, сейчас найти необходимые алмазы, чтобы потом, когда у нас будет много железа, когда у нас будет кирка, я просто спустился, пару раз нажал левой кнопкой мыши и всё. Очередное задание я бы выполнил и всё было бы просто чудесно. Параллельно с этим я, кстати, тут пока копаюсь, опять же, исследую местность, нахожу, господи, полезный для меня, так скажем, ископаемый. Вот, например, сам того не понимаю, наткнулся на ещё одну залежу железной руды. Но, как мне кажется, алмазы должны быть пониже. Поэтому я туда, собственно, потихонечку, помаленечку начинаю пробираться. Так, только секундочку, ребята, давайте я потрачу один уголёчек для того, чтобы скрафтить факелочки, и вам было немножечко, как говорится, посветлее. И во-во-во-во, смотрите, всё отлично, отлично, алмазы найдены. Теперь нам остаётся только быстренько прямо сейчас подняться вверх, забрать, как бы, железко, скрафтить себе кирку, и всё будет офигенно. У нас будут алмазы, и мы выполним с вами ещё одно задание. Складывается пока что всё очень и очень неплохо. И, к большому сожалению или счастью, алмаз тут всё-таки только один. Ну, будем знать, ребята, будем знать. Наоборот, задача облегчилась. Так, я уже практически поднялся на самый-самый верх, сейчас быстренько открою печечку, во, замечательно, слитки готовы, и крафчу себе ту самую заветную железную кирку. Ну, и заодно, ребята, естественно, скрафчу себе замечательную удочку. Всё, чудесно, я готов к продолжению выполнения заданий. У жителей тем временем выросло дополнительное дерево, и он тоже ловит рыбу, вон, прямо сейчас поймает, смотрите, у него вон уже рыбка подплывает. Во-во-во, сейчас запечатлю этот момент. Рыбку он уже поймал, то есть он выполнил пока что два задания, ребята. А я, блин, извините меня одно, это не дело, это не дело. Будем надеяться, что у меня сейчас тоже быстренько поймается, потому что я, признаюсь честно, в рыбалке небольшой профессионал, что в жизни, что, в принципе, и в Майнкрафте. Но давайте говорить, ловись, рыбка большая и маленькая, и... Ё-моё, кожа, серьёзно, мне выпала кожа, почему я такой везучий? Рыба выпадает с гораздо большим шансом, но я попал в какую-то ерунду. В задании этого, естественно, нету, поэтому это просто трата, блин, времени. Драгоценные секунды уходят, как говорится, зря. Ё-моё, рыбка, пожалуйста, хоть бы это была рыбка. И мне самое главное, обычное, во, всё, отлично, второе задание тоже выполнено. Найти подводный клад, это попозже, добыть алмазы, ребята. Вот это сейчас самое главное. Давайте побыстрее спускаемся, быстро, быстро, быстро. И вот когда я найду алмазы, жители это увидят, потому что в чате напишется про получение достижений. И вот тут они 100% очень сильно напрягутся. И замечательно. Алмазик прямо сейчас лежит в моём инвентаре. И мне в буквальном смысле не терпится подняться прямо сейчас и похвастаться перед жителями. Я уверен, они будут просто в шоке. Жители! Жители! Ну чё, как вам сюрприз? Я уже алмаз нашёл. Не переживай, Пиксель, мы тоже его скоро найдём. Зато я рыбу поймал и, кажется, уже нашёл клад. Остаётся только доплыть до него. Эээ, ты чё, балдел, что ли? Какой ты там клад нашёл? Я сейчас тоже буду его искать. Только для начала я себе, знаете, заранее скрафчу вот такую вот замечательную лодку, чтобы потом благополучно до них добраться. Так, быстренько, в принципе, мы всё подготавливаем. Факелы есть и теперь ныряем, ребята, на поиски подводного клада. Где он может быть? Возможно, где-то на нашем, так скажем, острове. Возможно, где-то под островом. Давайте для начала оплывём всё, так скажем, по периметру, чтобы исключить возможности, так скажем, прозевать это так. Секундочку. Так, мне нужен, мне нужен воздушный карман. Всё, замечательно. Лайфхаки работают. И теперь давайте попробуем проплыть куда-то дальше. И, кажется, я что-то вижу. Смотрите, какой-то светокамень. Кажется, ребята, я нашёл подводный клад. Так, секунду. Мне нужен срочно воздушный карман. И я снова его создал. У меня снова всё получилось. Носатый, пошёл нафиг отсюда! Это мой клад! Нет, это мой клад! Да нифига, нифига, это мой клад! Всё, всё, всё. Залутал, ребята. Теперь нужно как можно скорее выбраться. Я нашёл круг, и я поднимаюсь. Ха, житель! У тебя нету шансов. Ты просто неудачник. Так, 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 ребята. И вот теперь на вот этом замечательном кругу я, в принципе, вот так вот аккуратненько добираюсь до острова. Ну и чё, житель, съел, блин? Я у тебя клад в буквальном смысле из-под носа своровал. Да это не честно, Пиксель. Ты смухлевал. У тебя кирка железная. Ну и чё дальше? Кто тебе мешал скрафтить железную кирку? Не переживай, Носатый. Я с тобой обязательно поделюсь. Только давайте я для начала устрою небольшой чек-лист. Давайте я проверю, все ли задания я выполнил. Скрафтил ли я кровать, печку и верстак? Да, конечно же, я это сделал. Рыбу я поймал. Нашел подводный клад, как вы могли только что заметить. Добыл алмазы. Ну и добрался до чужого острова. Получается, житель, что все задания я полностью выполнил. Да ерунда это какая-то, Пиксель. Я реванш требую. Ты мухлевал наверняка. Да ничего я не мухлевал, житель. У меня на камеру всё записано. Ты чё дерёшься, блин? Совсем обалдевший. И, кстати, в этом подводном кладике мне выпали сундучки. И знаешь, я вот даже поделюсь с тобой. Мне, в принципе, не жалко. Вот тебе два таких сундучка, точнее три. И ещё один вот такой. А я вместе с ребятами открою оставшийся. Мне выпадает алмазик, золото и изумрудик. И из вот такого крутого сундука мне выпадает обалденная вот такая вот лопата. Носатый, а тебе чё выпало? Мне вообще-то интересно. Вот такие вот что это, по ноже или непонятно что мне выпало? И несколько алмазиков и железные слитки. Слушай, тоже довольно-таки, ну знаешь, крутые предметы. Конечно, страшненькие, если честно. Но довольно-таки здорово. Здорово. В общем-то, жители, забирай всё это. Даже вот эти вот какие-то водяные изумруды тоже можешь оставить себе. Потому что самая главная цель сегодняшнего ролика выполнена. Я вместе с подписчиками тебя победил. И даже могу тебя празднично прокатить. Правда, ты лагаешь очень сильно, но ничего страшного. В общем-то, ребята, если вы досмотрели этот ролик до самого конца и он вам понравился, обязательно ставьте на него лайкосик. Тыкайте на лайк и нажимайте на колокольчик. А я, пожалуй, слезу с этой лодки, потому что жителю, мягко говоря, очень и очень плохо. Если вы хотите больше соревнований с жителями, обязательно пишите об этом в комментариях. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем до завтра, ребята. И пока-пока.